Доброе утро, коллеги! На самом деле, более подробно вебинар о новинках Zen Server 7 и 7.1 мы проведем на следующей неделе. В понедельник я сегодня разошлю приглашение, и там, скажем так, вебинар будет посвящен только функциональности Zen Server. Сегодня большую часть времени мы посвятим именно решению компании Bitdefender с теми возможностями, которые предоставляет на текущий момент только Zen Server и свет виртуализации. Как обычно, мы записываем наш вебинар, так что если по какой-то причине вы не сможете присутствовать на вебинаре до его завершения, вы по окончании вебинара на следующий день или через день получите письмо, в котором будет ссылка на скачивание презентации и, соответственно, запись вебинара. Если у вас появляются какие-то вопросы, не стесняйтесь, пишите их во вкладке «Questions». Соответственно, мы постараемся либо в ходе вебинара, либо во время его завершения, ближе к концу, ответить на вопросы и, соответственно, постараться, скажем так, максимально полностью снять все те вопросы, те проблемы, которые у вас по ходу дела возникали. Итак, что нового в нашем решении CITX Zen Server? На самом деле, давайте сначала посмотрим, где Zen Server применяется, потому что достаточно часто мы слышим упреки, не упреки, а некие возражения о том, что да, Zen Server, наверное, интересен, но поскольку его практически никто не использует, ну, как-то странно принимать решение о развертывании инфраструктуры виртуализации десктопов, например, на базе Zen Server для своей организации. На самом деле, это не так. Это решение с открытым кодом и, более того, как я покажу немножко позже, функциональность вот этой вот бесплатной фри-редакции, она, ну, практически не отличается от функциональности первой платной редакции, которую, скажем так, заказчики, которым нужна техническая поддержка, их решение могут купить у компании CITX Systems, либо той редакции, которая входит в состав любого решения Zen App, Zen Desktop, просто как составная часть. Итак, на текущий момент по данным использования Zen Server мы видим, что на этом гипервизоре, на нашем гипервизоре, работают больше половины внедрений CITX Zen Desktop, учитывая то, что этот гипервизор используется как платформа для нашего сетевого решения NetScaler SDX, больше половины всех внедрений виртуальных NetScaler также использует CITX Zen Server, и ряд крупнейших облаков использует CloudStack, построенный с использованием Zen Server для своего функционирования. Таким образом, достаточно хорошо распространенное решение, имеющее очень неплохую функциональность, и более того, даже в бесплатном варианте предлагающее много интересных возможностей для заказчиков, которые по тем или иным причинам не могут или не готовы покупать именно лицензию. Итак, вот мы перешли к функциональности, мы перешли к лицензированию, какие лицензии на текущий момент в версии 7 существуют, почему говорю на текущий, потому что на следующей неделе выходит версия 7.1, и, соответственно, там, возможно, будут некие изменения с точки зрения поддерживаемого функционала в той или иной редакции. Я не стал приводить полный список функциональностей, я привел именно только те отличия, которые существуют между различными редакциями. Всего можно выделить формально 5 редакций. Первая – это бесплатный ZenServer, ну, фактически, это тот ZenServer, который вы скачали с сайта Citrix и не положили лицензию, он будет использоваться в режиме ZenServer Free. Следующая лицензия – это ZenServer Standard, и, соответственно, самая продвинутая – это ZenServer Enterprise. ZenServer, который входит в состав ZenApp и ZenDesktop, отличается в зависимости от того, в какую редакцию ZenApp и ZenDesktop вы используете. Соответственно, если пробежаться по функциональности, то мы можем увидеть, что у нас ключевое, наверное, отличие бесплатного ZenServer от остальных – это отсутствие возможности приобрести официальную техническую поддержку. То есть, если вы хотите использовать это решение у себя в промышленной инфраструктуре, но по каким-то причинам готовы мириться с тем, что решению не будет оказана техническая поддержка, пожалуйста, вы можете это использовать в том числе и в коммерческих целях, но учтите, что в случае возникновения каких-то проблем, соответственно, официальный саппорт компании CITX Systems даже при наличии, скажем так, контрактов, при наличии купленных контрактов по другим продуктам не сможет поддерживать это решение. Соответственно, остальные отличия, они, скажем так, уже больше соответствуют редакции Enterprise. Это и возможность обновления драйверов паравиртуализации, то есть так называемые ZenServer Tools внутри виртуальной машины через Windows Update, через SUS. Это и отдельно поставляющиеся утилиты конвертации виртуальных машин в VMware. Это и возможность экспорта списка ресурсов, динамическая балансировка нагрузки, и операция кеширования в памяти, и возможность подключения к SMB-системам хранения, и пакет интеграции со SCOM. Это все присутствует либо в редакции ZenServer Enterprise, либо в тех редакциях ZenServer, которые входят в состав ZenApp и ZenDesktop. Есть две возможности, но вот я уже увидел, что в последней строчке у меня ошибка, возможность доверенной загрузки с помощью Intel Text, конечно, присутствует в редакции ZenServer Enterprise, и больше ни в каких. Есть две функциональных возможности. Это управление контейнерами Docker, которые недоступны по причине того, что данный функционал решения ZenApp и ZenDesktop не используется, они недоступны для ZenServer, входящего в состав ZenApp и ZenDesktop, и точно так же недоступна возможность доверенной загрузки с помощью функциональности Intel TXT. Здесь единственное, что нужно отметить. С точки зрения лицензионного соглашения, если у заказчика используется ZenServer в составе ZenApp и ZenDesktop, то есть формально ограничение, присутствующее в тексте лицензионного соглашения. Звучать оно будет следующим образом. Вы, используя ZenApp и ZenDesktop, можете использовать любое количество хостов, на которые вы поставите ZenServer в качестве гипервизора, при условии, что эти хосты будут использоваться для обслуживания инфраструктуры ZenApp и ZenDesktop. Что это означает? Это значит, что под хостинг виртуальных машин Windows 7, Windows 10, пожалуйста, без каких-либо проблем, хостить на этих гипервизорах Active Directory, Web Interface, Storefront, сервер лицензий, Provisioning SQL, который используется для работы инфраструктуры. Все точно так же возможно, но, например, использовать это для хостинга виртуальных машин, не знаю, SharePoint, Exchange, SAP, либо других решений, уже будет являться нарушением лицензионного соглашения с точки зрения компании SeedX Systems. Но это, скажем так, ограничение, присутствующее в тексте лицензионного соглашения. Какие ключевые темы продумывались, когда компания делала фактически переход с ZenServer 6.5 на ZenServer 7? На самом деле там произошло достаточно много архитектурных изменений, о которых более подробно мы поговорим на вебинаре, посвященном именно ZenServer 7.7.1. А так, основные направления – это было усиление лидерства с точки зрения виртуализации графики, возможность интеграции с различными технологиями Microsoft и революционные новшества с точки зрения безопасности. Ну, про безопасность мы как раз коллеги более подробно свою часть расскажут. Я немножко остановлюсь, что такое усиление лидерства с точки зрения виртуализации графики и те возможности, которые предоставляет SeedX по анализу и поддержке инфраструктуры, даже в том случае, если вы используете бесплатное решение ZenServer. Представьте себе ситуацию, у вас, скажем так, есть какое-то ощущение, подозрение, что система работает неоптимально, или у вас возникают какие-то ошибки. Всегда встает вопрос, к кому звонить, куда бежать, как эту проблему решить. Ну, на самом деле, самый простой способ, самый простой, скажем так, первый шаг, с чего следует начать, это воспользоваться службой SIS. Citrix Insight Services, некоторым из вас эта служба может быть известна по другому акрониму, по акрониму ТААС, Troubleshooting as a Service, это бесплатный облачный сервис компании Citrix Systems, которая предоставляет его всем своим пользователям, в том числе и бесплатных решений, для того, чтобы проверить текущую инфраструктуру Citrix, которая развернута у заказчика. Здесь надо понимать, что, естественно, агенты в тех или иных решениях, таких как ZenApp, ZenDestop, ZenMobile, NetScaler, ZenServer, будут собирать некую информацию. С точки зрения ZenServer вы всегда можете указать, какую информацию вы готовы отправить в облако, какую информацию вы не готовы отправить в облако. Сам хост ZenServer не должен быть подключен, не обязан быть подключен к интернету, правильнее будет сказать. Всю эту информацию вы можете собрать с помощью утилиты ZenCenter, установленную на рабочем месте администратора, с которой, собственно говоря, произойдет сбор информации серверов, подготовка этой информации в виде определенного файла и загрузка этого файла на сервера Citrix Insight Services. Через какое-то время вы получите, соответственно, отчет о том, что система нашла, проанализировав эти журналы, отправленные, и какие рекомендации система может предоставить, основываясь на лучших практиках и основываясь на тех кейсах, которые уже были решены Citrix Support. На самом деле, чем этот вариант хорош? Во-первых, он бесплатен, он предоставляет очень неплохую аналитику и предоставляет действительно очень хорошие советы с точки зрения лучших практик, в том числе и по работе оборудования. Например, у нас был кейс, когда в прошлом году мы проводили тестирование у одного из заказчиков на проекте, связанных с 3D-графикой, и были проблемы с производительностью. Приехав на место, на сайт, запустив вот эту утилиту Citrix Insight Services, через какое-то время мы получили отчет аналитической системы, где было сказано, что, во-первых, у нас 3 разных версии XenServer с точки зрения установленных патчей, хотфиксов, несмотря на то, что коллеги нас убеждали и утверждали, что они все обновления установили, накатили. И самое неприятное, что у одного из серверов, входящих в пул ресурсов, была найдена проблема с биосом. Перейдя по ссылке на сайт производителя этого сервера, мы увидели сообщение огромными буквами, где было написано, что немедленно нужно проапгрейдить биос этого сервера, потому что есть проблемы, связанные с производительностью в любых средах виртуализации. Соответственно, так мы могли бы, конечно, искать эту проблему достаточно долго. Здесь она нашлась, решение этой проблемы, нашлась за считанные буквально минуты по результатам работы Citrix Insight Services. Что есть еще интересного с точки зрения Insight Services? То, что можно настроить проверку инфраструктуры в автоматизированном режиме. Фактически вы в XenCent ставите соответствующие галки, указываете, как часто нужно проводить анализ инфраструктуры, указываете учетную запись для подключения к, с одной стороны, к XenCent Server, с другой стороны, к Citrix Insight Services. В принципе, любой пользователь решения Citrix имеет учетную запись для входа на сервера Citrix, для того, чтобы скачивать обновления, скачивать evaluation версии. Соответственно, это не несет никакой финансовой нагрузки. Соответственно, настроив вот эту возможность Health Check, вы в автоматизированном режиме, ваша инфраструктура будет раз, ну, в данном случае, в данном примере, раз в две недели отправлять собранные журналы и получать на почту администратора соответственно информацию о том, какие изменения или какие рекомендации Citrix предлагает сделать с инфраструктурой для того, чтобы она соответствовала лучшим практикам. С точки зрения лидерства в области виртуальной графики, ну, наверное, многие из вас знают, что Citrix достаточно давно работает с компанией NVIDIA. Соответственно, мы были первыми, кто сначала в рамках XenCent Server предложил проброс графической карты внутрь виртуальной машины. Потом мы также были первыми, кто предложил возможность использовать виртуальную графические карты VGPU, технологию VGPU от NVIDIA. И, соответственно, сейчас, в данном случае, в версии 7, которая появилась в мае прошлого года, мы предоставили возможность использовать виртуальный графический процессор без установки дополнительной графической карты в сервер. Как это может быть сделано? Это может быть сделано в том случае, если у вас есть однопроцессорный сервер, в котором установлен интеловский процессор поколения Broadville Skylake. И, соответственно, здесь используется графическая встроенная в CPU графическая карта Intel Iris Pro. И в этом случае мы можем поделить вот эту графическую карту, которая фактически присутствует в процессоре, на 7 виртуальных частей. И, соответственно, 7 пользователей, пользователи 7 виртуальных машин смогут использовать нормальный полноценный графический адаптер. Хотя здесь нужно сделать небольшую ремарку, заключающуюся в том, что, естественно, никто не говорит о том, что вы получите производительность, которая поможет вам работать в системах проектирования типа CATIA. Но тех возможностей, которые предоставляет этот встроенный графический адаптер, достаточно для того, чтобы запустить приложение, которым нам требуется DirectX 11, либо функциональность OpenGL, в том числе и четвертое. Соответственно, очень часто мы наблюдаем, что требования приложений с точки зрения графики очень часто относятся фактически к проверке возможностей. Поддерживается ли функционал DirectX 11, поддерживается ли функционал OpenGL версии 4? Да, приложение запускается, хотя в дальнейшем практически не использует ресурсы графической карты, либо больше заточено или больше нагружает именно физический процессор с точки зрения скорости работы пользы, комфортности работы пользователя. И часто это оказывается, скажем так, неприятным сюрпризом для тех пользователей, которые думают, что поставив более мощную графическую карту, они, соответственно, увеличат комфортность, увеличат скорость работы конечного пользователя. Опять-таки, эта технология Intel GVTG, она поддерживается сейчас только в рамках Zen сервера. Ну, из ускоряемых приложений, это традиционный Windows Office. Ну, опять-таки, если вы достаточно плотно работаете в офисе, наверняка наблюдали такие закладочки, как в PowerPoint, есть возможность включить поддержку аппаратной графики для ускорения операций. Различные веб-приложения, опять-таки, 3D-карты, различные системы 3D-демонстрации, соответственно, очень серьезно делают серьезную нагрузку на виртуальный графический адаптер, с которым он может не справиться. И здесь возможность, которую предоставляет вот этот виртуально-физический адаптер графический, он достаточен для того, чтобы комфортно и быстро работать с существующими приложениями. Опять-таки, не для проектирования, а для отображения CAD-моделей. Соответственно, есть в рамках компании люди, которые разрабатывают и проектируют, а есть люди, которые занимаются, скажем так, контролем качества, контролем каких-то этапов создания того или иного, скажем так, объекта. И на этом этапе им вполне достаточно будет возможности посмотреть, покрутить картинку этой модели. И для таких пользователей, тех возможностей, которые предоставит виртуальный графический процессор от Intel, будет вполне-вполне достаточно. С точки зрения безопасности, мы также можем отказаться полностью от использования SSL версии 3 в рамках решения и перейти на подключение к TLS 1.2, по TLS 1.2. Но это не значит, что мы запрещаем подключаться по SSL версии 3. Вы знаете, что это уже протокол небезопасный с учетом последних взломов. Но если по каким-то причинам вы вынуждены продолжать его использовать, вы это можете сделать, хотя рекомендуется перейти на использование TLS версии 1.2. Соответственно, наследованный режим доступен, но по умолчанию потом дальше он может быть выключен. Также, с точки зрения нововведений, появилась возможность использовать и традиционный BIOS, и, соответственно, систему с использованием UEFI. Опять-таки, этот вариант работает только для новой установки. Если вы систему апгрейдите по месту, то использовать UEFI не получится. Система должна быть переустановлена на физическом сервере с нуля для того, чтобы можно было задействовать этот функционал. С точки зрения того, до какого времени Zen Server будет поддерживаться, здесь, скажем так, ответ очень простой. Версия 7, у нее End of Maintenance наступит в мае 2019 года, то есть это еще два с небольшим годом. А End of Life окончательный наступит в 2021 году. Если вам требуется более поддерживаемое решение, которое можно использовать гораздо больше, более длительный период, то рекомендую посмотреть на выходящую на следующей неделе версию Zen Server 7.1, которая с точки зрения гипервизора будет первой версией LTSR, Long Time Service Release, которую Citex представляет именно с точки зрения гипервизора. Для Zen App и Zen Desktop такая версия уже была выпущена в прошлом году. Это версия 7.6. Соответственно, она поддерживается 5 лет в основном режиме и, соответственно, еще 5 лет по окончании, соответственно, периода основной поддержки. То есть суммарно можно говорить о возможном времени поддержки решения 10 лет. Соответственно, у Zen Server 7.1 будет точно такая же схема. То есть выпущен он будет в 2017 году, значит, до 2022 это будет обычный режим поддержки. И, соответственно, до 2027 уже расширенный режим поддержки, если кто-то из заказчиков будет, скажем так, требовать именно долгосрочных планов по поддержке решения. И переходим к теме сегодняшнего фактического вебинара «Эволюция продуктов Anti-Malware». Соответственно, какие подходы существуют? Ну, существует как минимум три подхода на текущий момент. Первый вариант. Мы берем и схему работы физического, защиты физического компьютера, просто реплицируем в виртуальную среду. Есть виртуальная машина. У нас там ставится полный агент, и, соответственно, этот полный агент начинает проверять все процессы, происходящие внутри данной виртуальной машины. Рабочий вариант. Ну, в принципе, да. Интересен тем, что мы здесь без каких-либо изменений просто берем традиционное решение по антивирусной защите, либо по любой другой защите, и просто переносим его в виртуальную среду. Чем он плох? Ну, плох он в первую очередь тем, что, представьте себе ситуацию, когда у нас на сервере крутится 100, 150, 200 виртуальных машин. И в каждой из этих машин работает полный агент, который, во-первых, должен обновляться, обновлять антивирусную базу, проверять, соответственно, процессы. И это все оказывает очень серьезную нагрузку как на дисковую подсистему, так, соответственно, и на ресурсы процессора. То есть, фактически, мы можем говорить о серьезной загрузке физических ресурсов процессами, которые не требуются для выполнения пользователем тех или иных бизнес-функций. Осознав это, соответственно, ряд разработчиков решений по защите перешли на использование так называемого легкого агента. В данном случае снижается нагрузка на работу с процессором, с памятью, с дисковой подсистемой. Но, в принципе, точно так же остается некая поверхность атаки, направленная на данного агента. Также мы не можем справиться с рядом атак нулевого дня, когда у нас еще нет соответствующей, ну, скажем так, цифрового отпечатка данного malware, скажем так, вируса, либо еще какого-то неприятного программного продукта, с помощью которого происходит атака на нашу систему. В некоторых случаях используется безагентский вариант, когда у нас все сетевые взаимодействия, вся загрузка данных, осуществляемых данной виртуальной машиной, осуществляется под присмотром отдельной виртуальной машины, соответственно, которая мониторит и сканирует весь трафик, проходящий по направлению или к, или от данной виртуальной машины. В принципе, тоже нормальный рабочий вариант, но мы, опять-таки, понимаем, что далеко не от всех неприятностей он нас может спасти. И здесь мы вместе с компанией Bitdefender и компанией Intel, которая также активно участвовала в разработке этого решения, сделали другой подход, о котором более подробно расскажут мои коллеги из компании Bitdefender. И сейчас я с удовольствием передам слово Максиму. И, соответственно, Максим расскажет о том, что же, собственно говоря, Bitdefender сделал и как именно это работает, скажем так, на большем техническом уровне. Итак, Максим, сейчас я передаю тебе слово. Да. Так, у тебя должна появиться. Да? Значит. Есть. Есть? Да, все, я уже вижу презентацию. Всем добрый день. Меня зовут Максим Татуянов. Я менеджер по работе с партнерами из России и из СНГ. Я представлю общую информацию, во-первых, о нашей компании, о тренде IT-угроз и уже побольше деталей по поводу нашей общей разработки Hypervisor Introspection, продукт, который разрабатывался вместе с компанией Citrix. Компания Bitdefender является глобальной компанией, которая разрабатывает свои собственные технологии по IT-безопасности уже более 15 лет. Компания была основана в 2001 году в Бухаресте, в Румынии. Компания быстрыми темпами расширяется, открывая новые офисы по всему миру. Кроме существующих офисов, которые у нас уже есть в Великобритании, в Испании, в Германии, на Ближнем Востоке, в Франции, в Дании, два офиса в США, в начале 2017 года мы открыли еще два офиса. Это в Италии и в Японии. Количество новых IT-угроз, которые выявляет компания Bitdefender, увеличилось очень много за последние несколько лет. На сегодняшний день более 12 миллионов новых версий вредоносных программ появляются каждый месяц. То есть это означает более 390 тысяч новых версий вредоносных программ каждый день. Это огромное количество. И уже традиционная защита от этих угроз уже не помогает. И поэтому нужно уже переходить на новый уровень и разрабатывать новые технологии для защиты угроз нулевого дня. Пару месяцев назад компания Мандиант по их исследованию показала, что по-прежнему организациям надо в среднем около 5 месяцев, чтобы обнаружить нарушение безопасности компании. Более того, при половине из случаев нарушения IT-безопасности компании, компании требуется внешняя помощь, чтобы решить данное проникновение и удалить его. Это происходит из-за того, что несмотря на все усилия компании из индустрии IT-безопасности, операционные системы просто изначально не были разработаны с учетом требований безопасности. И злоумышленники могут найти лазейки для проникновения в любую инфраструктуру незаметно. Либо лазейки в операционной системе, либо через приложения и программы, которые установлены на этой операционной системе. Ну и конечно в этом случае виртуализация помогла, но именно все усилия при виртуализации были основаны именно на повышении эффективности работы инфраструктуры. Как уже чуть ранее Сергей говорил, традиционная защита физических машин это иметь полного агента на каждой машине, который практически сканирует все, что происходит на данной машине. При виртуализации была возможность уже перейти на облегченного агента Light Agent и практически с помощью этого агента есть возможность разгрузить сканирование именно с виртуальной машины на Virtual Appliance. Практически Security Server отдельно, который сканирует, тем самым облегчая работу виртуальных машин. Также при централизованном сканировании можно оптимизировать данный процесс. При развертывании новой виртуальной машины нет необходимости сканировать все файлы еще раз, так как они уже были просканированы на других машинах в этой сети. Будут сканироваться только файлы, которые еще ни разу не встречались в данной сети. Именно это приводит к повышению общей производительности инфраструктуры компании. Имея в виду виртуализацию и повышение эффективности инфраструктуры компании, все-таки по-прежнему хакеры находят возможность обходить данные изменения и атаковать определенные компании. Вот, например, самый звонкий, скажем так, самый знаменитый случай, атака, был Карбонак. В течение двух лет эта атака принесла убытки в размере до 1 миллиарда долларов. Ей пострадало более 30 стран мира. Жертвы были заражены через вложения в электронной почте, которые эксплуатировали уязвимости Microsoft Office. После того, как достаточное количество данных собиралось из зараженной сети, злоумышленники даже решали устанавливать дополнительные программы обеспечения на определенные машины, чтобы контролировать их все больше и больше. Карбонак обеспечивал удаленный доступ и механизмы кражи данных. Карбонак использовал уязвимости так, как операционные системы Windows, а также и всех приложений, которые были установлены на этой машине. И практически на мировом уровне самые громкие случаи атак были в компаниях JP Morgan, HSBC, Halifax и Barclays. JP Morgan впоследствии атаки в конце 2014 года пообещал потратить более 500 миллионов долларов на безопасность своей компании. И уже этой тенденции следуют и другие мировые компании. Прайс Waterhouse Coopers в прошлом году прогнозировал, что американские финансовые компании увеличат свои бюджеты для обеспечения кибербезопасности до 2 миллиардов долларов в 2017 году. И именно поэтому компания B-Defender в сотрудничестве с компанией Citrix и компанией Intel решил разработать новую технологию, которая будет защищать виртуальные машины на уровне гипервизора. Существующие бизнес-решения могут защитить только против того, что они могут увидеть. Большинство вредоносных программ работает в пользовательском режиме без особых привилегий. Это позволяет решению по защите конечной точки обнаружить и остановить эти вредоносные программы. В отличие от обычных вредоносных программ и вирусов, целенаправленные атаки могут использовать более продвинутые вредоносные программы, в том числе рутки, эксплойты и так далее. После того, как инструмент установлен на определенную машину, никакое программное обеспечение, антивирусное решение внутри машин не может обнаружить или удалить вредоносные программы. Более того, если рутки или эксплойт обманули один раз операционную систему и спрятали свои следы, даже лучшие решения по IT-безопасности будут испытывать трудности в обнаружении и удалении данных программ. Ключ технологии, которую мы разрабатывали вместе с компанией Citrix, состоит в том, что она использует гипервизор, который лучше знает, как изолировать виртуальные машины друг от друга. Это абсолютно необходимо для мониторинга критической активности памяти внутри виртуальных машин. B-Defender полагается на недавно разработанный набор инструкций под названием Direct Inspect API, встроенный в гипервизор Zen Server версии 7, наряду с несколькими опциями процессоров Intel, так как Extended Page Tables и 5 технологий для блока управления памятью MMU, имеющихся в Xeon и Core процессорах. B-Defender Memory Introspection действительно является безагентным решением, поэтому ни один клиент не установлен на виртуальных машинах. Но эта технология может работать в сочетании с любыми решениями по Endpoint Protection, установленных на виртуальных машинах Windows и Linux. То есть, независимо от того, какой антивирус вы используете на уровне операционной системы, B-Defender является дополнительным уровнем защиты, который работает на уровне гипервизора и никак не конфликтует с антивирусом, который работает на уровне операционной системы. B-Defender Memory Introspection на базе гипервизора защищает виртуальные машины в дата-центрах против передовых и сложных угроз, угрозы, с которыми невозможно справиться, опираясь на стандартную базу сигнатур. HVI навязывает строгую изоляцию, обеспечивая обнаружение атак в режиме реального времени, блокируя их с момента происхождения и немедленно удаляет. Не имеет значения, если машина является сервером или рабочей станцией. HVI обеспечивает защиту, которую невозможно достичь, работая на уровне операционной системы. Действуя на уровне гипервизора и используя функциональные возможности гипервизора, HVI преодолевает технические проблемы традиционной безопасности для выявления вредоносной активности в дата-центрах. Вместо того, чтобы использовать базу сигнатур для обнаружения угроз, B-Defender Hypervisor Introspection выявляет нарушения в памяти и принимает меры по методам атаки, а не по моделям атаки. При обнаружении атаки на определенную машину из-за инфраструктуры компании, B-Defender HVI загружает инструмент анализа на пораженную виртуальную машину и изолирует ее. Этот инструмент собирает всю необходимую информацию о нападении и активности пользователя. И когда вся информация собрана, инструмент разгружается, и вся информация отправляется на B-Defender Gravity Zone. После этого группа безопасности B-Defender может начать расследование данного инцидента. Но во все это время данная машина изолирована, и нет никакой угрозы заражения остальных виртуальных машин. Ключевые характеристики нашей разработки HVI – Hypervisor Introspection. Во-первых, обеспечивая защиту виртуальных машин, работающих на Zen Server версии 7 Enterprise Edition. В том числе, я предполагаю, что будет вопрос позже, будет поддерживаться и версия 7.1, которая выпускается на следующей неделе. Так как Сергей говорил, что есть достаточно большие изменения в инфраструктуре Zen Server, с 6.5 на 7 версию, мы решили разрабатывать данную технологию, начиная с 7 версии Zen Server. То есть будет работать начиная с 7 версии и выше. Очень простое и быстрое развертывание данной технологии, имея в виду, что установка идет через Virtual Appliance на уровне гипервизора, то это происходит за считанные минуты. Простое управление инвентаризацией сети с помощью фильтров и визуальных элементов, чтобы быстро выявить машины, которые защищены или имеют проблемы с безопасностью. Политики безопасности, которые позволяют настроить защиту памяти на двух уровнях. Во-первых, можно устанавливать политики безопасности на уровне пользователя, защищая нормальные процессы пользовательских приложений, а также против остальных атак. Инъекция кода, эксплойты, руткиты и тому подобное. И также на уровне кернила, защищая процессы, зарезервированные для операционной системы. Практически данная технология защищает на двух уровнях. Также есть панель управления, которая содержит легкие для чтения диаграммы деятельности нашего продукта HVI. Подробный отчет об инцидентах, обнаруженных в вашей сети. И также уведомления, чтобы держать вас в курсе, когда инциденты обнаруживаются в вашей сети. Это практически все общей информации о нашем продукте. Сейчас мой коллега Андрей сможет вам показать вживую, как именно выглядит данный продукт, и как можно использовать, и как он защищает. И также в реальном времени может показать, как именно защищает продукт. От определенной угрозы. Коллеги, я сейчас переключаю на экран Андрея. Соответственно, я выяснил, оказывается, мой экран не транслировался, но приношу свои извинения, и, соответственно, презентация будет вам всем отправлена в e-mail рассылки. Андрей, I will switch to your display. You are now the presenter. Thank you. Let me try sharing my screen with you. Yeah. Сергей, is everything okay from my end? Uh-huh. Okay, great. So, guys, I would like to thank first Maxim and Сергей for organizing this webinar, and also for you being here in this presentation. Андрей, I will translate you, because I'm not sure that everybody will understand English. That's good. Андрей, большое спасибо за возможность участия вебинаре, и, соответственно, он сейчас вам продемонстрирует решение. Окей, go. Now, during this demo, we will try to show you how Bitdefender-based memory introspection works in an agentless approach. В рамках этого вебинара мы как раз продемонстрируем возможности Bitdefender HVI решения без агентского, которое не требует установки агента в операционную систему для проведения анализа и поиска уязвимостей. Мы сейчас продемонстрируем одну из уязвимостей на базе Adobe Flash. И, соответственно, мы покажем, как система будет работать, когда мы атакуем машину Windows 7. Одна из этих машин защищена с помощью решения HVI, а другая не защищена. Сейчас вы видите подготовку машины атакующей. So, we are now configuring on an attacker, which is running Kali Linux, like a web server, a listener. And we will try to ask the users to test virtual machines running Windows 7 to check this cool website and let the user know if his blog is fine or not. So, most likely, this will be a valid scenario in real life. Соответственно, мы атакуем с помощью операционной системы Kali Linux, где мы развернули наш exploit. И, соответственно, сейчас попробуем обратиться к веб-сайту, который содержит этот exploit, с двух виртуальных машин, защищенной и незащищенной. So, right now, on the unprotected virtual machine, we are actually trying to access that specific server, that web server, or blog, that the user is actually having. And, as you probably see, I already have a connection open from one of the guest VMs. This is actually the IP address. And using this particular channel that is already established from, let's call it malicious, not malicious, from a vulnerability in an application, in our case, which is Flash Player, I actually have a reversal and I can start interacting with the target VM. Ну, на самом деле, мы с помощью браузера в незащищенной машине прошли на веб-сайт, где запущена, соответственно, malware. И вы видите, что у нас установилось соединение с этой машиной, и мы фактически можем получать с нее информацию, находясь на атакующей машине. So, through this Adobe Flash Player, vulnerability in the application, I have access to see the host name of the machine. I can also see the user name of that user that is authenticated and using the guest VM. And also, I can see more information about the target machine. I can see the build number, the service pack, and the architecture, for example, as you probably see in this demo, So, the architecture of the machine is running a 32-bit operating system. С помощью этой уязвимости мы видим имя машины, имя залогиненного пользователя. Также мы можем получить различную дополнительную информацию о версии операционной системе, установленном сервис-паке и ряд другой полезной для атакующего информации. Now, if I want to see the process identifier, as you probably see, the attacker is connected to this PIP, which is 2984. And this 2984, it's actually the process for the Flash Player plug-in. And through this particular process, I can even see the files that are running on the virtual machine, and I can start exfiltrating all the files that I need without nobody flagging my authority on this VM. Now, we'll do the same. Сейчас мы будем выполнять тот же самый сценарий, но уже с машиной, которая находится под защитой Bitdefender HVI. Здесь мы видим, что Bitdefender перехватывает в памяти вот этот вот зловредный код и, соответственно, уже проводит с ним работу, отправляя в том числе информацию о происходящем на системы управления и мониторинга. И мы также видим, что в атакующей машине мы до сих пор не имеем никаких сессий, подключившихся к защищенной виртуальной машине. So, compared to the previous example, where I had a reversal, the attacker was able to start exfiltrating data from his master server. On this managed protected VM, Bitdefender actually saw that specific attack, and without having any clients, any ingest agents, he was able to mitigate that attack. In my case, I have set Bitdefender to deny the attack and stop the connection of that specific process. И вот мы видим, что даже не имея никаких агентов на этой машине, Bitdefender остановил атаку и сбросил подключение к соответствующей зараженной машине. Also, all this information that is logged by the Bitdefender tool that is injected on the flight through the hypervisor, I can see some information about the incident source, the username, the user that was actually logged in, and also what actions Bitdefender has actually taken with the specific process. In this case, it was an EPT hook-right violation. В системе мониторинга мы видим, соответственно, всю информацию, которая относится к атаке, кто из пользователей подвергся нападению, с чем было связано, и, соответственно, дальше можно получить более подробную информацию о инциденте. С точки зрения инвентаризации, мы можем посмотреть на инфраструктуру, имеющуюся виртуализации, а также посмотреть на те машины, которые защищаются или не защищаются с помощью нашего решения. Соответственно, решение настраивается с помощью политик, в рамках которых вы можете настроить, что вы хотите защищать, а что, скажем так, вам, с вашей точки зрения, защищать необязательно. So, this is actually the user-space policy that I have applied to the managed machine, where I can monitor some processes. For example, the flash player is added as a utility. And, of course, I can start securing the kernel space as well, and I can start using the CPU resources present in the Intel Xeon family, and also the hypervisor to give me hardware isolation from the attacks. Соответственно, можно настраивать политики для пользовательского пространства, выбирая те или иные процессы, которые вы хотите отслеживать. В частности, flash player попадает в категорию утилиты. И также можно настроить пространство ядра, где можете отметить те опции, которые вас интересуют с точки зрения мониторинга и защиты. So, this is actually on the Zen Server infrastructure. This Bitdefender scanning server is delivered as a hardware appliance, sorry, as a virtual appliance. And is the virtual machine that is able to protect all my guest VMs that are running on this specific host, Windows or Linux? Соответственно, вот вы видите утилиту ZenCenter, с помощью которой мы подключились к инфраструктуре ZenServer, и видим виртуальный appliance Bitdefender, который поставляется фактически в формате виртуальной машины. И эта виртуальная машина защищает все виртуалки на данном хосте. Соответственно, вы прописываете с помощью политик, какие из них, если, скажем так, вам нужно разделить какие-то машины, вы можете прописать, что можно защищать, а что не нужно. Независимо от того, какую операционную систему вы используете, Windows или Linux. Сергей, чтобы сделать это быстрее, Bitdefender-based memory introspection является действительно нечисленным, поэтому нет клиентов на guest VMs. Но мы не пытаемся использовать нормальную EPP-секретую систему, мы можем комплиментировать ее. Что это EPP? Эпп-секретую систему, это то, что вы используете на все guest VMs для того, чтобы делать анти-малвера. Bitdefender-мамори интrospection является полностью безагентским решением, но коллеги говорят, что они не подменяют собой решение по защите эндпоинтов, они являются, скажем так, дополнительным комплиментарным решением для того, чтобы построить наиболее защищенную инфраструктуру. Некоторые заказчики выбирают полностью безагентскую схему, некоторые по-прежнему хотят иметь какого-то агента внутри виртуальной машины, в том числе и в рамках VDI. Зачем заказчику может потребоваться агент? Нет. Дело в том, что в рамках VDI нам может быть необходимость контролировать различные вещи, в том числе USB-устройства, подключаемые пользователям к портам, доступ к тем или иным сайтам. Мы также можем убрать проверку различных драйверов решений, которые занимаются защитой пользовательской виртуальной машины, для того, чтобы дать им возможность лучше бороться с атакующими, с теми уязвимостями, теми malware, которые используются при атаке на виртуальную машину пользователя. Коллеги, Андрей и Максим предлагают перейти к секции вопросов и ответов, так что, если у вас есть вопросы, пишите их в секцию questions. Соответственно, Максим может читать и отвечать по-русски, а, соответственно, для Андрея мы переведем, и, соответственно, дальше я потом переведу ответ. Ну, или, скажем так, какие-то пожелания по демонстрации. Андрей, если кто-то хочет увидеть в этом демонстрации, может быть, в этом меню, или в этом поле, или в этом полиции, вы можете показать это? Вы не можете видеть мой экран? Нет, мы видим ваш экран, в дан моменте. Хорошо, здесь будет полиция. Хорошо, здесь есть несколько вопросов. Первое, я уже говорил, что я уже говорил, когда мы запомнили эту область, с Максимом, Я отвечу по поводу лицензирования. По поводу лицензирования. Лицензирование происходит по количеству физических процессоров. То есть на физический сервер учитывается количество физических процессоров на этом сервере? Да, верно, с учетом, что на одном физическом процессоре не должно быть более 200 виртуальных машин. Это единственное ограничение, а так лицензируется по количеству физических процессоров. Хорошо, Максим, тогда к тебе же вопрос, какие варианты технической поддержки есть у вас? У нас даже есть специальное предложение сейчас для участников данного вебинара, что все профессиональные услуги по внедрению и по оптимизации работы HVI предоставляются бесплатно участникам данного вебинара. Это можно делать и при удаленном подключении, и также и он-сайт в офисе заказчика. На каком уровне происходит изоляция при обнаружении атаки на виртуальную машину? Это, скорее всего, для Андрея вопрос. Переведешься, Андрея? Андрей, это вопрос для вас. on which level we detect we made desalation during the discovery attack to the virtual machine well we protect the virtual machine against attack techniques so function detouring, code injection running malicious code from the stack or heap area so before the attacker can have a reverse shell, we mitigate exploits in vulnerabilities in applications or in the operating system so before that malware is actually run we don't do file system scanning so what we actually do, we work to draw memory 40 byte pages where we, let's call it, we flag the memory as read only if someone is trying to inject malicious code we take actions upon it okay I will try to translate VALERA, если ответ будет неполным или, скажем так, не совсем то, что ожидалось пожалуйста, напиши что конкретно нужно скажем так, раскрыть более подробно на самом деле идет анализ памяти через гипервизор того, что происходит с виртуальной машиной и когда например атакующий пытается загрузить зловредный код в эту виртуальную машину, то именно работа происходит на уровне памяти блоками по 4 килобайта. Максим, к тебе вопросы. Поддержка бесплатная – это навсегда? Нет, это по установке. Сейчас я имею в виду профессиональные сервисы, которые предоставляются, это по установке и по администрированию на данный момент. А в цену данного продукта входит стандартная поддержка через все каналы нашей поддержки, то есть через телефон, чат или через мейл. Ну я уточню, Максим, это скорее всего как у нас годовая поддержка, которая входит в стоимость лицензии, да? Да, у нас во все продукты BDefender, не только HVI, и остальные Endpoint Protection, у нас стоимость поддержки включена в стоимость лицензии. Окей, ну значит, традиционная схема. А если машина уже заражена, то как будет реагировать система при развертывании? Ну, например, у нас уже есть инфраструктура? Андрей, я буду тренировать вам следующие вопросы. Просто imagine, мы уже у нас есть инфраструктура, с некоторыми virtual машинами, и что-то случилось, и сейчас мы знаем, что один из этих virtual машин, уже у нас есть инфекция, инфекция, да. Инфекция. И как будет система реагировать, на этот virtual машин, когда вы будете пытаться улучшить virtual апплиансы, на этот hypervisor? Ну, первое, Сргей, есть более чем один, что мы назначили, что это эксплуатый текст. Это, кстати, я показываю вам сегодня, как это работает, как мы делаем, как мы делаем, как мы делаем, как мы делаем, API's that are built in the hypervisor operating system. If we are especially mentioning, for example, like, let's call it ransomware, BDefender based memory introspection is not entirely here to help you against ransomware. What BDefender HDI does, it tries to protect against attack techniques and it's also trying to show malware that is trying to keep from the normal endpoint security application or from the operating system itself. For example, a rootkit, a rootkit is actually a piece of code that tries to give the attacker stealthiness because if you discover that you have a rootkit in your infrastructure after six months, well, in this particular window, someone had access to collect a lot of information about your company, was having access to start downloading files from that affected VM and so on. Compared to ransomware, on the other hand, ransomware you just run it and in three seconds or four seconds you know that you are hit because someone will ask you for like a hundred pounds to get your files back. So BDefender based memory introspection is here to help you for unknown malware, exploiting vulnerabilities, and specially tailored rootkits that provide stealthiness to an attacker. Compared to the EPP security solution that you have on each of the guests, that one is doing file system scanning. HDI, on the other hand, does memory scanning. Just for my clear understanding. So if we have already infected, affected virtual machine and we will try to install BDefender virtual appliance on this, we could protect from rootkit which could be in this virtual machine. But to fully remove viruses or the other ransomware we need additional endpoint protection system. Ransomware is not something that we target with BDefender HBI. Being agent-like security solution, if that machine is already affected by ransomware, for example, we don't do file system scanning with HBI technology. But if there is a rootkit when you try to start at the guest VM, that rootkit is starting before the operating system itself and before the normal endpoint security application that is running on the guest VM and with the HBI technology we can see it. Because we have all the information from outside the guest. Yeah. On the other hand... And we will block all this rootkit. Right. We have different permissions how to set in case BDefender HBI flags something malicious. We can only log the attack. So we just collect forensic information. We can also stop the affected virtual machine. Well, I'm not sure how many customers will try stopping servers. Or we can actually deny the process or deny the connection from the attacker to the guest VM. Okay. Значит, вопрос был, коллеги, следующий. Что будет происходить, если у нас использовалась инфраструктура виртуализации, одна из машин оказалась зараженным? Что будет делать решение Bitdefender, когда мы будем устанавливать этот виртуальный appliance на сервер? И здесь Андрей говорит о том, что данное решение, оно не является заменой endpoint protection систем, системы именно защиты клиентских машин, потому что система не сканирует файловую систему. Мы в данном случае можем защититься от различных rootkit систем, которые стартуют раньше, чем различные сервисы. И в данном случае решение HBI будет их видеть, будет блокировать, например, доступ к атакующих к этой системе для подключения к этой системе, но, например, оно ничего не сможет сделать с файлами, которые заражены на файловой системе, потому что файлы с помощью решения Bitdefender не проверяются. Хатбек, я на вопрос ответил? Я еще хотел бы обновить одну деталь именно по этому вопросу, что, имея в виду, что Bitdefender HBI сканирует именно память, то можно выявить уже связь, которая есть у данной виртуальной машины с потенциальным или существующим атакером. Так как он тоже при получении информации с этой машины использует память этой машины и практически HBI может его вычислить и остановить эту связь. И практически мы сканируем, как говорилось не один раз, именно память. А файловое сканирование не проходит на уровне гипервизора. Тут нужно уже стандартное решение Endpoint Protection. Это может быть Bitdefender или любой другой вендор, который предоставляет продукты данного типа. Значит, следующий вопрос. Можно ли настроить исключение из правил, когда, например, у нас есть какая-то программа, которая, ну, судя по поведению, ведет себя как rootkit или malware, но в рамках системы является разрешенной. Ну, мне, например, на память приходит такой вариант. Стоит какое-нибудь ПО для негласного контроля работы за сотрудниками, когда руководитель может удаленно подключиться к их монитору и посмотреть, что там происходит на экране. Ну, с точки зрения работы приложение скрыто от пользователя, его не видно, но в рамках компании является разрешенным для руководства, для контроля работы сотрудников. And the next question. Is it possible in this solution to make some exclusion? For example, if one application works like the behavior like rootkit or malware, but it is the solution the management uses for control of the employee, for example, to see what happens. Yes, you can add exclusions for different processes that you won't like HBI to take actions upon them. So, there is the ability to add exclusions. Or, again, you can only do log the attack or the malware, but we don't take any actions upon it. So, there are tons of configuration about the product, each for its own critical infrastructure. Bear in mind that HBI is for data center security, for virtual machine that runs on the server. So, of course, there are tons of customization of the product, depending on each scenario and each customer. So, yes, you can adjust to the exception. And you can adjust to the exception, you can adjust to the exception. You can adjust to the exception, how, for example, to not to prevent attack, but to do the log-ins. It depends on what you want to do. But on the applications, you can, say, some applications, or services can be done by the review, knowing that it is a разрешable program. обеспечение. В рамках пилота, как осуществить настройку данного решения, чтобы сделать необходимые исключения. Коллеги, еще вопросы? Или пожелания, или идеи? Как вариант, я задам свой вопрос. Максим, если кто-то из коллег захочет протестировать решение, к кому им обращаться? Ну, во-первых, скажем так, стандартно можно зайти на наш веб-сайт, это bitdefender.com.hvi. А может быть, давай так, я сейчас переключу на твой экран, и ты, соответственно, просто покажешь, куда людям ходить. Хорошо, хорошо. Да, переключаем. Да, скажем так, заходим на наш bitdefender.com.hvi. И практически это страничка, где вы можете найти больше информации. Подождите, я неправильно написал. Да, практически на нашей страничке, да, bitdefender.com.hvi вы можете найти побольше информации. О данном продукте. И также тут прям в начале есть гетто-демо, синяя кнопочка. Запросив демо, тут нужно указать свои детали, и этот запрос будет уже обрабатываться нашими специалистами. Скорее всего, в конце концов, с вами свяжусь либо я, либо Андрей, так как мы отвечаем именно за страны России и СНГ. И уже Андрей сможет предоставить и демо-версию, и уже советы, как именно устанавливать и как подключить данную услугу. Хорошо. Коллеги, уважаемые, еще какие-то вопросы дополнительные? Ну, если дополнительных вопросов не имеется, мы вроде ответили на все, что было. Спасибо. Большое всем спасибо. Все, кто у нас с территории Российской Федерации, соответственно. Да, можно спрашивать, не по теме, можно вопрос? Можно. Всех поздравляю с наступающим праздником 23 февраля. Ну, остальные коллеги, не знаю, как бывшие граждане Советского Союза, если вы этот праздник праздновите, то также поздравляю вас. Празднуем, празднуем. Спасибо. Олег, в принципе, можете написать мне вопрос, если не по теме, можно написать мне на e-mail. Я, соответственно, отвечу. Мой e-mail приведен был сергейкоэйч собака.ситвикс.ком. Собака.ситвикс.ком. Спасибо. Коллеги, до свидания. И напоминаю, что у нас в понедельник будет вебинар, посвященный XenServer. Я, соответственно, сегодня постараюсь вам прислать приглашение. Всем спасибо за участие. Если есть любые вопросы, вам Сергей вышлет презентацию, там будут наши контакты, так что можете обращаться напрямую и ответим на все необходимые вопросы. Спасибо. До свидания, коллеги. До свидания. До свидания.